Правду можно сказать только о том обществе, которое ее скрывает. Вот на такой афоризм наткнулся буквально перед началом записи. Вот вам пища для размышления. Начинаем. Что меня сподвигло поднять этот вопрос именно сегодня, причем оперативно, не дожидаясь записи в студии плановой, а просто очередной комментарий от зрителей прилетел, и вот о чем этот месседж. Александр, прекрати работать с твоими коллегами из Крик ТВ, посмотри сайт такой-то, там ты можешь найти много интересного. Твои коллеги снюхались с депутатом Федоровым от партии Едим Россия, координатором НОТОН их развел как лохов. Ролик от такого-то числа, ну и дата выхода. Подобных сообщений действительно очень много приходит, но давайте по пунктам. Во-первых, для меня это не новость, что кое-кто из моих коллег, которые так же, как и я, сотрудничают с Криком, находятся в теплых отношениях с Федоровым, и не только с Федоровым. Но почему я из-за этого должен рвать свои отношения с Криком? Это знаете, из разряда «сожги свою квартиру и съезжай, потому что твои соседи поддерживают Путина», или там, я не знаю, «разведись с женой, потому что она политично ничем не интересуется», или еще круче «пойди и убей учительницу своего ребенка, потому что она занимается вбросами на выборах». Звучит как бред, вот и я тоже так думаю. Переходим к во-вторых. Смотрите канал Крик ТВ, канал России, искореняющий коррупцию. Начнем с того, что благодаря Крику у меня есть возможность вещать еще и в телевизоре, то есть доносить свою точку зрения не только до интернета аудитории, но и до тех людей, которые в интернет за новостями не ходят вообще за информацией. Это две разных аудитории, телевизионные и интернет-аудитории. Это не я придумал, об этом и Макс плюс 100500 говорил, об этом и Юрий Дудь говорил, и многие-многие другие. Поэтому повторюсь, что плохого в том, что мои программы увидят еще и телезрители, причем они выходят там в эфире, да, без какой-либо цензуры в том самом виде, в котором видите их и вы, вот здесь, на вот этом вот YouTube-канале «Реальная журналистика». В чем проблема? Это, кстати, легко проверяется. Найдите через любую поисковую систему, телепрограмму Крика. Посмотрите, когда состоится ближайший показ моего очередного выпуска, дождитесь его и сравните. Кстати, еще один момент, говорящий в пользу моего сотрудничества с телевизионщиками. Во всяком случае, я от этого только выигрываю и так рассказываю. Поскольку весь мой контент, практически весь контент, который выложен на канале, является эфирным, мне сегодня практически нереально кинуть, да не то, что практически, в принципе, нереально кинуть страйк, хотя модераторы от YouTube это пытались уже сделать неоднократно. Я им просто пишу, ребят, продукт эфирный, могу эфирные справки предоставить, если необходимо. В чем проблема? Вопросы тут же отваливаются. Семен, Семен, ну что вы! Ну и самое главное, на что хотел бы обратить внимание каждого из вас, а не вы ли, друзья, выходя каждый раз на акции протеста, неважно в чью поддержку, в поддержку Навального, в поддержку Мальцева, в поддержку любых других представителей несистемной оппозиции, так вот не вы ли во время этих протестов говорите, мы против цензуры в СМИ, нам нужна независимая пресса? Пожалуйста, чем вам тогда крик-то так не угодил в этом плане? Он как раз образец этого самого независимого и нецензурируемого СМИ, это то, что вы хотите, по крайней мере, на словах. Они до вас доносят, как точку зрения Федорова, например, или кого-то там из представителей партии власти, так и мою точку зрения. Я вам больше скажу, на канале нет стоп-листа как такового, о чем речь. В любом СМИ, где мне доводилось когда-либо работать, существует перечень с фамилиями, именами людей, упоминания которых в любом контексте нежелательно. Журналистов в обязательном порядке с этим перечнем знакомят. На крики ничего такого нет. Я разговаривал с руководителями телекомпании неоднократно, спрашивая, а если Навальный мне отвечал, ради бога, хоть в прямой эфир. А если Ройзман веди, мы дадим тебе студию, окно в сетке выделим, так в чем проблема, еще раз, вы же этого хотите, вы же хотите, чтобы были СМИ, в которых нет цензуры, или вы другого хотите? Вы хотите, чтобы цензуры не было в путинских СМИ, а в СМИ, лояльных оппозиционерам, пусть будет? Тогда простите, чем вы отличаетесь от запутинцев, ну и вдогонку? Значит, что у нас происходит? Давайте я объясню. Значит, у нас весной, когда мы открывали штабы, за нами ездили такие, ну, как бы жулики, которые называются журналистами, и вот этого самого Крик ТВ, и это было там в марте, когда мы открывали штаб в Екатеринбурге, еще где-то, там пытались пройти на открытие штаба, хотя оно было для волонтеров, но мы все равно, конечно, всех пускали, ну и там задавали какие-то там провокационные вопросы, не знаю. Этот пример я уже демонстрировал, но хочу, чтобы вы еще раз это услышали, потому что данное выступление господина Волкова, второго человека в стане главного оппозиционера страны, на мой взгляд, противоречит всему, что они говорят в своих выступлениях. Нас эти ребята покритиковали, поэтому мы их считаем недожурналистами и жуликами. Ребят, вы поймите одно, если вы правда так ратуете за СМИ без цензуры, то вы должны быть готовы к тому, что такие СМИ о вас не только мяу-мяу будут говорить, и это нормально. Причем не только я об этом с упорством идиота толдычу, пожалуйста, вот то самое интервью Навального звездного, звездное на дожде, давайте вспомним. Есть некая тенденция, которая пугает не только меня, а многих людей, которые при этом являются людьми, которые вас поддерживают. Что как только любой думающий человек, будь то я или какой-то писатель, или творческий человек, или просто... Ну, кто, например, кто? Ну, например, Акунин, или, например, Быков, или кто-то еще, стоит этому человеку написать что-то не обязательно критическое, а что-то, ну, в общем, какой-то рефлексив. Да не писал ничего Быков, или не писал ничего Акунин, и писали они. Ну, и Акунин в свое время, или Лев Шлозберг тоже что-то написал. Я спорю с этими людьми. Подождите секундочку. Под этими постами тут же появляется огромное количество сразу обвинений в том, что все это проплачено Кремлем. Любая критика Алексея Навального, это значит, сразу мурзилки, значит, пошли в бой и так далее. Меня, честно говоря, это настораживает. Спасибо. Смотрите канал России, искореняющей коррупции. Догадываюсь, что сейчас опять кучу гадостей о себе прочитаю о том, что меня купил Кремль и бла-бла-бла. Хотя, если честно, меня всегда удивляет, почему люди, которым так хочется верить, что я сижу на зарплате у Кремля, строят в своих фантазиях какие-то сложные, витиеватые схемы. Что, например, мне мешает пойти завтра и устроиться на работу, скажем, на первый канал? Меня возьмут, оклад хороший положат, соцпакет обеспечат и так далее. Я вообще ни за что париться не буду. Это ж проще. Нет, вы какие-то схемы все заумные для меня придумываете. И потом мне, руководствуясь своим же принципом, сам придумал, сам поверил, предъявляете, какой хороший у тебя был оппозиционный канал, а что происходит сейчас. Ребят, то вам сказал, что мой канал оппозиционный. Вот там, вот наверху, если вы зайдете на главную страницу моего канала, написано его название. Он называется «Реальная журналистика». Ни навальная журналистика, ни удобная журналистика, ни еще какая-то там. Посмотрите в интернете смысл слова «реальность». Я уже много раз говорил, журналист – это летописец, а не какатель в уши. Это, во-первых. А во-вторых, ну, если вам хочется слышать только то, что греет лично ваши ушки, ну, тогда выбросьте из своего лексикона термин «независимые СМИ», раз смысла его все равно не понимаете. Все. Это была «Реальная журналистика» и сегодня вот так. Спасибо всего, что вы слушали. Все. Пока. Пока.